Всем привет! Добро пожаловать на канал Хроники Валькирии. История продолжается. Итак, это глава шестая. Пустынная схватка. Зелёных лугов и густых лесов Галлии нас история переносит в пустыню. Значит, ну здесь мы посмотрим и дальше будет история раскрываться уже по-новому. Мы познакомимся с этими вот Валькириями, таинственным народом или пришельцами, как их здесь говорят. Вот, и узнаем, насколько они коварны и насколько они опасны в бою. Давайте посмотрим, показать эпизод на бесплотных землях. Атакующие войска Галлии Почему же так не любят даркийцев? Ха! Арбузы едят! Галлия Чёрную магию Я просто говорю В любом случае, как я говорил, мы в центре Бадланды. И что мы делаем здесь? Мы получили какие-то интеллигенты. Они говорят, что Эмпериалы построили базу рядом с Барриас Руинсом. С'7-7 был отправлен здесь для исследований. Нужно проверить информацию. Эмпериалы здесь? Какая-то садбокс будет играть. Я не понимаю Эмпериалы. Кто знает, что они думают. Она верна. Что-то действительно здесь находится. Я просто не могу понять, вы знаете? Почему они обладают это место? Встреча снижены! Танкс в 040. Дистанция 800. Да, есть фут-солидеры тоже. И они собирают позиции в комбат. Ну, кажется, что мы нашли плохие. С'7-7. Встреча снижены! Так. Битва начинается. Открыт новый эпизод, но он не обязательный по звездочкам. Но мы его, конечно же, посмотрим. Ягер и Грегор. Вечно недовольный. Генерал Грегор. Как-то связано с Валькирией в этой пустыне. Ну и не зря, наверное, возлагает силу на Валькирии. Вот такие вот планы захватить весь мир. Чем сильнее ты, тем короче дорога. Хм... Я говорю, что дай ему быть. Моя удовлетворенность снижена на слове Максимилиана. Об их пустынных авантюрах. Итак, пустынная схватка. Битва в пустыне Бариос. Пока что нет. Что у нас там по прокачке? Сейчас заглянем в штаб. Как у нас там с опытом дела обстоят? Деньгами? О, опыт есть. Так. Глянем на кладбище. Хотя эти приказы, черт бы его побрал. Он то помнит их, то не помнит. Ну что ж, привет. Что-то запамятовал. Ну ладно. Не беда. Итак, проведем тренировочки. Так, майор Пейнт. Такс. Давай-ка штурмовиков дальше качать. Так, у штурмовиков новые какие-то эти открылись. А сколько у меня опыта? Шесть тысяч. Хватит ланцера прокачать. Хватит ланцера. Так. Способности новые открылись и все вложим в штурмовиков. Ну и отлично. Да. С опытом разобрались. Так, что у нас мастерская предлагает? Там есть чуть-чуть денег. Вот так. Привет, привет, подслеповатый парень. Так, давай-ка с автомата начнем. Есть. Мощность можно. Это очень хорошо. Дальше. Шедевр. Есть этот. Супер. Ха. Так, снайперки мне не очень. Гранаты полезная тема. Here you go. Так, броня пока недоступна. Больше... Вроде как нифига. Так, а что там на Эдельвейс можно навесить? Так, миномет. Ну, берем. Так, гусеницы, приводы. Защита, фигня. Задницу не подставляй. Тебе это не понадобится. Так. Размер блока. Защита гусениц. Ладно, куплю. Такс. Новенькая. Давай вот сюда вот. Винтовая рессора. Так, и радиатор наверное этот вот. Хреново. Легированная батарея. Ну, тоже сюда вот. Крид защита. Так, отлично. С этим разобрались. Можно теперь идти и воевать. Покинуть мастерскую. Пока-пока. Ну что ж, мы готовы. Погнали. Так, ворота, ну-ка. Расскажи нам, что тут. Противник широко рассредоточился по пустыне. Вы выдвигаетесь с юга и атакуете их. Такс. На всем пути вам встретятся прочные обломки руин, которые послужат хорошим укрытием от вражеского огня. Ваша цель захватить главный лагерь, понятно. Вам придется покрыть большое расстояние, бы посоветовал взять с собой одного-двух снайперов. Однако, когда вы решите наступать, они могут отстать из-за малого количества ОД. В этом случае перебросите их в ближайший занятый лагерь, предварительно очистив его от противника. Затем, после того как вы продвинетесь и захватите следующий лагерь, перебросите их туда. Так будет быстрее. Переброска бойцов от лагеря к лагеря очень поможет вам здесь, не забывайте об этой возможности. Итак, главная база противника захвачена, это победа и, чтоб никто не погиб, желательно и не более 20 ходов. Так, располагаем. Так, тут наверное натыкаем снайперов. Оскар. Так, кто у нас тут? Кевин, ладно, давай, ты здесь, ты здесь. Аль, стоп. С этим разобрались. Значит так, Алисия, где там Рози в атаку. Так, где наш Ларга? Давай вот здесь. Так, где Рэмбо? Рэмбо вот сюда. Ужин инженер. Пострадавший в прошлой схватке ГМР. И... Хм... Чего бы еще тут взять такого? Наверное, возьму еще... Вот эту вот стилягу. Так, два лансера, два штурмовика. Инженер, танк. Все отлично. Погнали. Мы готовы. Нет, это мы готовы. Ладно. Так, выдвигаемся. Игрок ходит. Такс. Не видела скалы с такими отверстиями. Фальдио сказал, что эти стены из-за того самого блеста, который скорчил оборудование. Есть фуро, которые вверстили в землю, тоже. Может быть, была какая-то эсплоза. Ты серьезно? Это невероятно. Да. Но эти тренчат и стены должны сделать для солидного ковера. Так, штурмовик. Сразу. Сориентировался на месте. Мы используем что-то, что мы можем получить. Штурмовик 7. Отходите! Ну что ж, выдвигаемся. Так. Так, 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 так. Два снайпера. Лансеры. Куча лансеров. Этот в окопе сидит. Танк. Хрен знает где. Еще один танк. База. Далеко. Ладно, будем работать по снайперам. Так, это штурмовик. Что, больше никого нет? Косоватый парень сейчас промажет. Это будет... Понятно. Кто-то уже стреляет. На движение сейчас. Так, это у нас снайпер. Вот его бы выпилить. Опять промазал. Вот такие вот снайперы. Хрен попадет называется. На движение сейчас. Винтовки не к черту. Но наконец-то. Так, надо бы его прятать. Так-с. Там еще один снайпер. Один. 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 Не попал. Туда, куда нужно. Один. А что по поводу ланцеров? Снова промах. Ты сказал, что так? Ну, давай. Отлично. Этот склеился. Так, патронов нет. Потратил на них целую кучу ходов. Так, на танке покататься. Так, шрапнелькой. Ну, тебя-то и Розе убьет, по идее. Там командир. Это у нас штурмовик. Лови, гад. Склеился. Так, где там Розочка? Погнали. Здравствуйте, уважаемые. До свидания. Так, вон еще один товарищ. Так, 18, тут 3. Точность, конечно, не очень. Роза выпиливает всех на свете. Так, я думаю, здесь... Хорошее место, чтобы спрятаться. Закончить. Так, подкрепление начинает вызывать. По корпусу так и попал. Ну ладно. Вот так вот. Снайперы. Ну, никакие просто. Пока. По гусеницам. Это хорошо. Так. Там тоже снайперы. Не особо меткие. Но надо его снимать. Ну, что он тут дело натворит. Еще один ланцер бежит. Но это все для Розы. Так, гусеницам хана. Хорошо. Они так стали в кучу. Жаль, на них миномет не особо хорошо действует. Блин, Эдельвейса сейчас развалит. Ну, толпа собралась. Так, игрок ходит. Игрок ходит. Так, возьмем пока Розу. Блин, кто ж знал. Розе не повезло немного. Лови. Тут еще мины. Я совсем ее не заметил. Так, минус. Давай-ка, наверное, вот сюда. Так, а что у нас по поводу... Вот этого снайпера бы убить? Или вот этого вот товарища? Танк ездить уже не может. Надо его чинить. Так, стоп, стоп, стоп. Как бы тебе тут так правильно спрятать? Наверное, вот здесь. Так, возьмем танк. Что по поводу шрапнели? Вот так вот тебе на голову. Готов. Розе теперь мешать он не будет. Кто это? Так, вижу танк. Еще один. Пока вот так. Так, Роза, давай вот это все. Повыпиливай здесь. До свидания. Повыпиливай здесь. Еще один готов. Так, ну и последний. Так, я думаю, там снайпером будем пытаться выпиливать вражеского. Готов. Так, ты, наверное, пока здесь сиди. Так, ты сказал так. Спасай своего этого. Товарищ. Эй, медик. Пожалуйста, стойте сильней. Я на моем пути. Хм. Хм. Так, не внимательно. Такс. Оскара спасли. Где-то чертов снайпер. Вот этому бы прописать. На. Готов. А, вон он сидит. Еще минус. Видишь, что ты получил? Мужчина. Все, кто-то осторожен. Так. Пулек у него нет. Ты очевиден. Ладно, тут и сиди, в общем. Я надеюсь, тебя не убьют с одного выстрела. Мне тем временем неплохо было бы Ларга выдвинуть. Там куча танков. Со снайпером как-то разберемся. Вот гад так засел там. А что у вас тут интересного? Так. Спрятались. Ход 2 закончили. Блин, это подкрепление чертова. Ну и куда это он? Выжил. Это хорошая новость. И спрятался. Раздал по Ларга. Так, отлично. А мог бы убить. Я бы на его месте так бы и сделал. Так. Видим танки. Что там с Розой? Чуть-чуть уже получше. Где-то там гад. Готов. Чертовы мины. Так, пока сиди здесь. Штурмовик. Хотя можно базу захватить, чтобы они подкрепления лишились. Я нахожу. Это был бы хороший вариант. Ой-ой-ой. Куда что так? Второй взрыв может убить тебя там. Занимаем. Так, ну тут халява. Вот я пришел. Надо бы ее, наверное, спрятать. Давайте сделаем это. Так, ну этот гад, если вылезет... Я надеюсь, Роза его там пришьет. Так, что по поводу 3? Это очень далеко. Он так не может проехать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут еще один. Ой-ой-ой. Так, пока так. Вот этого бы снайпера, конечно, убить. Было бы неплохо. Да, прямо сейчас. Я... не хочу быть встанным. Будьте внимательны, мы идем к машин-гану. Будьте хорошие взрывы. Так, Гомер, ты его выпилишь или нет? 8 А если Греной? Сразу склеился Так, одной проблемой меньше Так, придется танк чинить на следующий ход Так, с этим разобрались Танков, конечно, здесь тьма Так, мы вот этого прошьем еще разочек Эх Промазал Таки, стой пока Не подведем Деда Он нихрена так не видит Значит, вот так сидим Рисковать-то бы не буду Дальше В принципе, я могу подкрепление какое-то вызвать Отменен, отлично У них все меньше и меньше заканчивается Они еще и подкрепление вызывают По корпусу Итак Розе уже восстановилась Это у нас штурмовик, да? Это у нас штурмовик, да? Новый штурмовик Что-то здесь не мешался Есть Так, здесь прорвали линию обороны Так, берем ларга Вот этот хренов танк надо развалить Он что-то не хочет по нему попадать Три На Есть Не позволяйте огонь Не позволяйте огонь По гусенице Не самое лучшее попадание Так, еще один снарядик На Блин, 50 хп Где-то я это уже видел Так, ты тут пока, наверное, прячься Как-то вот так А мы попробуем сделать Что следующее? Три танка Сейчас попробуем починить Отлично Так Принесли патроны На Готов Так Здесь отлично Там можно минометом его будет накрыть А у ларга есть Три выстрела Вот тут есть цель Легкий танк Лови Поймал Принесли горишь бубновой лови не поймал ну лады прижимайся к розе эхэхэх ты куда поднимается ветер песчаная буря без укрытия ага спасибо сестренку ёперный театр буря началась она это отлично ни нас них не видно еще подкрепление вызывают отступают гады так насколько я понял здесь неплохо приходились бы способности алисии которая видит далеко и может всех обнаружить это чисто в теории либо просто вплотную упереться в какой-то противник так игрок ходит снайпером какой-то хрена вылез и вы я а будет закончилась небо сна и коробки файмер шапки так а здесь даже не знаю что делать давай-ка шрапнель кай вот этого гада поскольку он тут лидер отлично еще минус а там вон еще один гад сидит ладно не беда так давай старичок запилим танк с тобой так что там с эдельвейсом так более не менее так возьмем наверно гомера устюз так пылась-вылась-вылась можете полечить он же нифига наверно не попадает 28 дофига тут тоже 6 мангомер пока тут прячься 6 6 лови так пока здесь так планы какие танком выпиливаем штурмовика вот а розы выпиливаем снайпера манг а а ман а м м м м м 18 так 70 неплохо всем выстрелов сейчас мы тебя здесь спрячем готов так а у ларга сколько снарядов вроде бы хватало вот этому гаду тут накидать лови так есть фухну тут бегать далековато конечно еще снайпер да хрен с вами с вашими снайперами и 5 подкрепления ну-ка ну-ка куда это он ну чем дальше тем лучше вот так вот и стой не хренов бульдозер развернулся куда-то вперед танкует но этим можешь заниматься сколько угодно промазал там еще снайпер только непонятно где еще раз промазал порозе еще никто не попадал вот так вот легка буря а вот это на руку это очень даже неплохо можно сколько у ларга там снарядов я уже не помню я спрятую возьмем гомера тебе патроны дадим починим танк так и где-то его здесь надо спрятать я заметил там противник так энтерин комбат туда он вряд ли до кинет ой так стал практически ловите там гады этим а в Танк мог бы убить тебя там! Возвращай огонь! Возвращайся! Сейчас! Сейчас! Два! Ты закончился! Я тут ждал! Так! Танки уничтожены! Просто держись! Я на него! Танки уничтожены! Вот я! Склеился! Не, я думаю, захватит! Отлично сейчас! Еще минус! Но тоже плевать на это! Человек вверх! Все, кто-то осторожно! Давайте сделаем это! Все! Вот и все! Так, оружие тут собрать! Что у вас тут интересного? Занимаем! Победа! Очередная победа! Седьмого отряда! Седьмого отряда! Так, базу взяли! Ранг, конечно, С! Возможно, из-за того, что снайпера там убили! Но... Снайпер эти... Косоватые ребята! Так! Ну и посмотрим, за что мы здесь вели такие ожесточенные схватки! Руины в пустыне! Древний храм Валькирий! А? Что это должно быть в любом случае? Какой странный место для чего-то такого! Роза! Так, и пришел археолог Фальдио! Привет, Фальдио! Я не знал, что вы здесь тоже были! Я археологический мейджор, помнишь? Я просил наблюдать интерьерные храмы. Такая форма действительно необычная! Я никогда не видел ничего подобного! Я чувствую, как я его видел раньше, где-то. Хм... Где бы он был? Этот здание, по-моему, был создан миллионами назад по-моему, Валькуры. Так, и они тогда существовали? Да. Валькуры сделали случайно появление в Европейской истории тысячи лет назад. Рекорды говорят, что они приняли с ним невероятную технологию. И Дивайн Майт. В архиве сказано, что они принесли с собой невероятно продвинутые технологии и божественную силу. Ну, технологии по очистке вот этого самого рогнита. История их просто закончена. Валькуры просто исчезли. Просто исчезли, но... Я всегда думала, что они были просто мифы. Это всё! Я сейчас вспоминаю! Вспоминаю что, Велкин? Что ты кричишь? О том, что ты говоришь? Дред Нотилис. Эта структура выглядит просто как Дред Нотилис. Дред... Нотилис? Что это? Ты не знаешь? Они маринские сепалоподы. Они живут в заострённых спиральных раковинах. Они живут в заострённых спиральных раковинах. Ох, уже этот Велкин! И эти структы выглядят просто как эта структура. Я думаю, если... Есть какая-то связь там. Велкин, ты можешь быть такой... Хм? Что там? Ничего. Не забудьте. Хорошо. Давайте рассмотрим внутрь. Мы можем найти какую-то clue, почему Эмпирь здесь находится. Алисия, я хочу, чтобы вы помогли Фалдио и мне посмотреть внутрь. Ларго, Рози и Исара, вы остались здесь. Возьмите движение в районе. Хорошо, сэр. Пожалуйста, осторожно. Сэр. Заживите усилие, пойдет, Тебе, Силвария, тут эти walls придут поисковому vårдопоисх? До FR- Я преех... Парж- Парж- Как раз? Что поисковое читать? Я притаю, Валкоф, святая ланца, скотча огромной земли, спящая в небе Рангриза. Сделала пиларом его держава, держава там для ион, без конца. И это правда, что святая ланца лежит, где спрятана внутри Рангриза. Но, Валкоф, как вы хотите, чтобы вы не сможете контролировать ланца, когда она была найдена? Вари не, что, что-то в небе, что-то берет на это бурден будет скоро у нас в гостях. В этом, наш мечтанок был сделан из-за того, что наш кронодок будет продолжаться к всей Европе. Вот так вот Максимилиан преследует свои собственные цели найти супероружие, какое-то загадочное копье, которое хранится где-то в храме в столице самой Галии. Но тем временем открыт новый эпизод, это будет глава 7, состав обновлено, Голосарий, новая битва, можно посмотреть, что здесь интересного в составе Исара. Идя по стопам своего цена, выбрал специальность механика, получая второе среднее военное образование. Крис. Ну, как бы, по-моему, это все уже было. Что-то новенького здесь. Несмотря на многобещающее будущее в техническом училище, его вольный характер сделал свое дело, и он бросил обучение, начал странствовать по Галии. Так, что тут у нас? Генерал Грегор. Ну-ка. Родившись в ранге Графа, его семья тесно связана с правящим двором, отчего он поклоняется правителю, посвящая жизнь объединению Европы под его правлением. Генерал-майор. Грегор. Такс. А что еще там за вкладки? Вооружение. Ничего интересного. И сама пустыня. Бариос. Выжженная, лишенная всяческой растительности, пустыня, покрывает несколько десятков километров на востоке Галии. Так, из уродов на уходе даркийской катастрофы, метрость превратилась в огромный кратер причудливой формы. Изрезаны трещины, как бы исходящим из его центра. Так, похоже на следы от мощной взрывной волны. Эти отметины в земле плавно переходят в широкие круглые дыры в возвышающихся скалах. Так, ландшафт распространен с танками строений, подтверждая, что это место когда-то было крупным городом. Сейчас же в пустыне свирепствуют песчаные бури, отгоняя без того редких путешественников. Нет воды. Только где-то там с арбузами отряд 7 может позволить себе воевать против захватчиков. Ну вот, война началась в полную силу. Значит, следующая, я так понимаю, битва будет снова в пустыне. И там мы уже познакомимся и с самим Максимилиалом, и увидим всю мощь Валькирий. Увидим ее в деле, скажем так. Ну, это будет в следующей серии. А на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр всем. Пока-пока.